Появившееся вчера заявление командующего российскими войсками в Украине Суровикина, оформленное в виде интервью, а также заявление и высказывание различных коллаборантских руководителей вместе с сегодняшними решениями Кремля, озвученными Путиным, о введении военного положения на территории новых четырех якобы субъектов Российской Федерации, вызвало довольно большой интерес. И с многими комментариями я в принципе согласен и поэтому останавливаться на детализации всего этого мы не будем. Скажу только, что так называемые оппозиционеры, эксперты и политологи, а по сути прокремлевские кликуши, которые в течение последних пары недель продолжали и продолжают убаюкивать слушателей, что у Путина все плохо и он находится на краю гибели, у него ничего не получается. Ничем иным, как способом подготовить общественное мнение к отступлению и к отставлению Херсона и Херсонской области, тем не менее были и здравые мысли относительно того, что такой неожиданный поворот событий, когда за все время полномасштабного вторжения никогда не сообщалось о серьезных неудачах, тем более о возможных неудачах в перспективе. И все это выглядит настолько странно, что скорее всего является очередной спецоперацией по дезинформации, с чем мы конечно совершенно согласны. Тем более это хорошо подтверждается и вот этим самым введением Путина военного положения, которое в принципе де-факто существовало на всех этих территориях с момента их оккупации Российской Федерацией. Где-то с 2014 года, где-то с февраля этого года. И поэтому ради такого акта проводить такую широкую агитационную кампанию вряд ли бы стоило. А вот перенаправить усилия Украины на юг и попытаться отвлечь ее от возможного нападения на Киев, от возможного нападения с территории Беларуси на северные и северо-западные регионы Украины. Причем это совсем не обязательно должны быть белорусские войска, это вполне могут быть войска российские, просто переодеты в белорусскую военную форму. Дабы оставить своему товарищу по оружию его лейбгвардию для понятного сохранения его задницы, о которой почему-то всегда беспокоятся руководители союзного государства в своей конфронтации с Западом. И действительно, некоторые совершенно точно отмечают, что все происходит в рамках старинной китайской военной доктрины. Мы говорим об этом в своем кругу уже долгие годы, потому что довольно легко, проанализировав действия Кремля за прошедшие несколько лет, увидеть, что все происходит в точности с 36 стратегемами, базируясь на знания, полученные в высшей школе Комитета государственной безопасности СССР. А начиная с середины лета и до нынешнего времени, мы видим, как просто чуть ли не каждый день проводятся спецоперации в этом самом формате. Как военные, так и политические операции информационного прикрытия, в которые сегодня задействован практически весь резерв, который мы видели на протяжении этих 8 месяцев. А на некоторых популярных онлайн-каналах мы за предыдущие недели могли видеть практически всю цепочку этих замечательных людей, помогающих вбросу дезинформации о реальном положении в стране агрессии. Одновременно проводятся информационные вбросы на международном уровне. Вот появился еще один миротворец в Соединенных Штатах Америки, господин Экман, повторивший миротворческие планы Илона Маска. Личность эта менее известная, но в двух словах мы можем прокомментировать, что это человек, неоднократно попадавший в различные сложные ситуации, связанные с довольно мутными финансовыми аферами и довольно легкомысленными, если не провокационными заявлениями по разным поводам. Кроме того, он довольно тесно связан с кругами, которые могут получать рекомендации от различных политических кругов Израиля, которые, естественно, тоже заинтересованы в скорейшем прекращении активной фазы этих боевых действий, ввиду непосредственной опасности для этой страны, в случае, если вдруг Кремлю заблагорассудится расплатиться с Ираном за счет Израиля, либо просто помешать какими-то активными военно-политическими действиями, все-таки оказать Украине более серьезную поддержку со стороны этого государства. Видимо, в ближайшие дни мы увидим еще больше подобных миротворцев и подобных предложений. Продолжение следует...